Два эпиграфа. Первое, процитирую Константина Анатольевича, он сказал, что если времена меняются, то и мышление должно меняться. Мое сообщение проиллюстрирует, что времена меняются, а мышление, в смысле экономической политики, остается прежним. Ну и вторая цитата, почему это происходит. Поэт сказал, если звезды зажигают, значит это кому-то нужно. Но вот если такая политика сохраняется, значит это тоже кому-то нужно. Рассмотрим один элемент, один из парадоксов, которым полна наша экономическая политика. Это продолжающееся формирование фонда национального благосостояния, который выступает как стимулятор государственного долга. С одной стороны, об этом я расскажу, ну и тормоз экономического роста. Это уже обсуждалось. Это фактически кенсианский мультипликатор наоборот. Значит считалось, что фонд национального благосостояния надо накапливать на черный день. Что у нас происходит с дефицитом и профицитом бюджета? Вот с 2000 года за 23 финансового года дефицит у нас наблюдался лишь 7 лет. Все остальное время у нас был фактически профицит бюджета. Ну куда уходил профицит? Он уходил в фонд национального благосостояния, до этого стабилизационный и резервный фонд. Причем это было, имел место пополнение стаб фонда или ФНБ не только во времена профицитного бюджета, но и при дефицитном бюджете тоже. К чему это все привело? А вот мы с вами видим и сопоставляем одновременно прирост государственного долга, пополнение использования фонда национального благосостояния и дефицит бюджета. И мы выясняем, что у нас фактически есть вот годы нормальной финансовой политики всего, ну вот периода два. Это с 2001 по 2007 год и 2015 год, когда был профицит бюджета и когда пополнялся фонд национального благосостояния или резервный фонд. Все остальное время полная чехарда. Либо дефицит бюджета и при этом пополняется фонд национального благосостояния, либо профицит бюджета и при этом все равно осуществляются займы. Таким образом мы определили огромный объем избыточных заимствований. То есть заимствование прирост долга ничем не обосновано. Тогда, когда дефицита реально нет и покрывать его не надо. Значит, к чему это вот привело? Смотрим просто с 2001 по 2023 год за весь период. Прирост госдолга 21 триллион рублей. И смотрим просто сумму дефицит-профицит тоже за эти годы. То есть накопленный дефицит бюджета составлял 8, ну около 8 триллионов рублей. Пополнение резервного фонда свыше 10 триллионов. То же пополнение, использование просто вот мы просчитали. Поэтому избыточные заимствования это нижняя граница. На самом деле их больше, потому что источником покрытия дефицита является и приватизация, являются и остатки предыдущего года. Но нижняя граница избыточных заимствований это порядка 20 триллионов рублей. Ну, к чему это все привело? И дальше, ну поскольку мышление оно никуда не меняется, хотя времена изменяются, все то же самое планируется на перспективу. Прирост госдолга 14 триллионов, в то время, когда дефицит за будущую трехлетку всего около 4 триллионов рублей. К чему это вообще, вся эта история к чему привела? Она привела к тому, что совокупные расходы на обслуживание долга около 10 триллионов рублей за вот весь этот период, больше 10 триллионов. Сравним их с доходами от размещения средств Фонда национального благосостояния. Ведь все же говорилось, что надо сейчас вот занимать, когда нам дают под низкие проценты, а потом, когда нам нужно будут деньги, нам, значит, никто их не даст. Ну, это вообще абсурдная такая логика. Но, тем не менее, смотрим. В итоге получается, что расходы на обслуживание долга в 5 раз были больше, чем доходы от размещения средств ФНБ. Ну, а теперь интересно бы сравнить, какова доля расходов на обслуживание долга в общих расходах бюджета. Ну, вот минимальная доля, которая была достигнута меньше 2%, это в 2009-2010 году. И тогда расходы на образование, ну, нужно же чем-то сравнить, сравниваем с расходами на образование. Они более чем в 2 раза превышали расходы на обслуживание долга. Смотрим, что у нас в 2023 году. Расходы на обслуживание долга выросли, ну, в доли более чем в 2 раза. В 2,5 раза и составляют 5,3%. А расходы на образование, ну, остались примерно на том же уровне доли. 4,4%. Вот просто из ничего огромные расходы, которые уже превышают расходы на образование, увеличилась их доля вот так вот сильно. Для иллюстрации, почему это так происходит, не все знают, что у нас фактически есть два вида расходования средств. В пределах баланса дохода-расхода бюджета и за пределами – это источники покрытия дефицита, где, в общем, живут своей жизнью. И там фактически можно увести из-под общественного внимания и увести огромные средства даже не только в фонд национального благосостояния. Но это отдельная тема. Почему так происходит? Почему прирост долга у нас вообще около трех раз больше, чем потребность покрытия дефицита бюджета? Это формирование пополнения ФНБ и накопление остатков с последующим переводом в любые другие активы. Ну, ищи, кому выгодно. Ну, а вот кому выгодно? Казалось бы, выгодно международному финансовому капиталу, когда ФНБ через резервы Центрального банка размещал в странных иностранных инструментах. Ну, теперь вроде этого нет. Но выгодность осталась для кого? Это перекачка бюджетных средств уже в наш собственный финансовый сектор и в банковскую систему. И второе – это возможность бесконтрольного расходования средств за балансом бюджета в источниках покрытия дефицита. Ну, и что делать? Ну, во-первых, отменить бюджетные правила, поскольку ФНБ еще полностью затуманивает и усложняет финансовые потоки, изменить бюджетную классификацию и все поступления показывать как бы в расходах, отказаться от практики профицитных бюджетов. И тогда у нас экономический рост будет не 3,5%, а 7,8%, как в Индии. Спасибо. Спасибо, Оксана Генриховна. Прекрасная иллюстрация того, что, по крайней мере, финансовый блок нашего правительства мыслит категориями денег, сбережения, накопления и не мыслит категориями реального дела. Редактор субтитров А.Семкин